Жители села Тюетас Байдебекского района надеются, что после отчетных встреч Акимов с населением им обновят электрические сети и столбы. Система электроснабжения, установленная еще в советские времена, износилась. Гниющие деревянные столбы вот-вот рухнут. От перепадов напряжения трансформатора часто приходится менять бытовую технику, говорят сельчане. У нас часто бывают ветры. Когда усиливаются, боимся, что столбы рухнут на дома и строения. Трансформатор старый, часто замыкает. Холодильники, телевизоры сгорают от перепадов напряжения. В селе много многодетных семей, куда только не обращались. Результатов нет. Кроме жителей Тюетас, обновление изношенных сетей электропередачи ждет население отдаленных сел до конца года в Сарагашском районе, сдадут в эксплуатацию под станцию мощностью 220 кВт. В результате свыше 700 тысяч абонентов предприятий и объекты соцкульбыта будут обеспечены качественной электроэнергией. Работа по увеличению доли возобновляемых источников энергии в регионе будет продолжено, говорит глава области. «В регионе не хватает источников энергии. Мы вырабатываем 10% энергии, потребляемой Туркестанской областью. У нас нет месторождений, поэтому мы должны использовать возобновляемые источники энергии, солнечные и ветряные станции. Строится станция в Атражском районе, будет вырабатывать электроэнергию от панелей солнечных лучей». Согласно программы по обеспечению качественной и непрерывной электроэнергии населения на три года в 197 селах обновят и проведут электролинии. На сегодня в Туркестанской области 130 мегаватт электроэнергии вырабатывается ТЭЦ-3 и 80 мегаватт Шардаринским ГРЭС. Потребность регионного электроэнергии 550-560 мегаватт. Недостающая часть электроэнергии поставляется с других регионов республики. Из-за повышения цен поставки электроэнергии тариф в этом году увеличился на 5,9%.